Новый корпус в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями Тонус в числе первых объектов, которые будут открыты в этом году. Его строительство началось в 2012. Сегодня этот процесс находится на завершающей стадии. Корпус представляет собой просторное трехэтажное здание, призванное разместить в своих 44 комнатах кругосуточного проживания детей, которым необходим курс медицинской реабилитации. В ближайшем будущем восстановление можно будет проходить на месте. Кроме комнат для проживания в новом корпусе будет и лечебная часть с высокотехнологичным и современным оборудованием. Здесь будут высокотехнологичные методы реабилитации. Уже часть оборудования для них закуплена. Наш тренажер «Локомат», который нам Минздрав закупал, это супервысокотехнологичное оборудование. Такого в мире, можно так сказать, гордится тем, что оно есть у нас в стране, в области и в нашем центре. Это большая гордость. Он планировался для вот этого корпуса конкретно. Мы его сейчас здесь эксплуатируем, в нашем корпусе старом, но он переедет туда. Также будет добавляться еще высокотехнологичное оборудование. То есть помимо тех методов, которые мы сейчас используем, мы будем еще совершенствовать все и добавлять современные более методы, которые в мире используются, которые помогут нам улучшить качество нашей реабилитации. Следующий в списке планируемых на 2016 год социальных объектов – детский сад во втором юго-западном микрорайоне. Этот городской сегмент почти полностью застроен. Появилась часть необходимой инфраструктуры, налажено транспортное сообщение. В планах – возведение детского сада. Тема актуальная, поскольку рождаемость увеличивается, а в юго-западном районе в большинстве проживают молодые многодетные семьи. Проект дошкольного учреждения уже разработан и предполагает собой трехэтажное здание, которое появится на территории между новыми застройками. Детский сад рассчитан на 350 детей и 19 групп. За основу был взят проект того, что построен на Колесника детский сад. Аналогичный же проект был первоначально даже, он был на Вульке построен. Проблема еще такая, что так как садики у нас были, планировались по 260 мест, то и участки под них были тоже рассчитаны на 260 детей. И сейчас для того, чтобы разместить еще дополнительно эти 90 детей, то приходится сделать перепланировку территории детского сада. Ну, это, в общем, получилось. Мы смогли поджать территорию за счет рационального расположения площадок, навесов, все остальное. То есть у нас это все решается. Кроме этого, по словам заместителя председателя Брестского госполкома Николая Кубовского, в список объектов социального и культурного назначения, строительство которых планируют завершить в этом году, войдет инфекционный корпус Брестской областной больницы. По своим масштабам и степени технической оснащенности он сравнен с полноценной больницей. Также есть все предпосылки для введения в эксплуатацию до конца этого года школы-сада в микрорайоне Южный. В планах у строителей возведение 4-го дома семейного типа на улице Воснецова, а также продолжение строительства от двое самых красивейших зданий областного центра Брестского театра кукол.